Изучая все вопросы, связанные с термоизоляцией жилого фонда, руководствуясь теми нормативными документами, которые рекомендовал и Совет Европы, и Министерство регионального развития, были разработаны типовые правила ДСТУ для термоизоляции и модернизации жилого фонда. И целый ряд мероприятий. Он включает в себя утепление внешних стен, окон, замену внутренних коммуникаций, и, что очень важно, одно из главных ключевых требований – это модернизация этих узлов в каждом доме индивидуально. Потому что без этого шага, в дальнейшем мероприятия, они не дают такой эффективности. В прошлом году это была работа начата еще моим предшественникам, я говорю про Евгения Николаевича. То есть тогда уже было у нас, по итогам прошлого года, мы сделали 19 элеваторных узлов, это было 16 жилых домов. Потому что новосекционные дома, в них находятся иногда по два года, поэтому это два элеваторных узла соответственно. Мероприятия были проведены, сегодня мы наблюдаем уже за результатами. То есть они очевидны. То есть первые дома, когда начинали работу, на них были вообще очень высокие показатели экономии. То есть экономится тепло на дом. Что это дает по сути? То есть элеваторный узел, он завязывает, привязывает температуру внутри каждого дома к той температуре, которая в этот день находится на улице. То есть получается он сразу связан, только на улице теплее, температура повышается. Сразу в каждом доме можно изменить температуру, понижать внутри домовую температуру теплоносителя. Что это значит? Экономия калорий, соответственно экономия тех средств, которые оплачивают зрители за свое тепло. У нас сейчас идет, ну, постоянно есть динамика роста цен на энергоносители. Сегодня у нас котельная работает уже в более экономичном режиме. В этом году, может быть, мы не видим уже такого большого разрыва до модернизации и после. Поскольку сама котельная городская уменьшила температуру носителя. Мы в этом году это видим по графикам и есть с чем сравнивать. Но, тем не менее, сегодня видна экономия. Есть как бы у нас данные, которые мы смотрим уже сравнивать декабрь прошлого года. И этого по потреблению. Кроме того, модернизация элеваторных узлов, она позволяет более равномерно распределить тепло по дому. То есть у нас сегодня есть возможность регулировать подачу по дому и уменьшить количество жалоб на те были проблемные квартиры, с тех, которые недоотапливались. Мероприятия, которые проводятся, они спланированы этот год. Уже в увеличенном объеме мы хотим полностью закончить модернизацию тепловых узлов на 4 микрорайоне и на 3 микрорайоне. А также все высокоэтажные дома, это 16 этажки уже по всему городу. У нас буквально, если мы в этом году эти мероприятия проведем, сейчас вопрос мы обсуждаем о выделении средств, для того, чтобы к этим работам уже можно начинать приступать уже буквально через ближайшие месяц-два, мы, в принципе, переходим на другое качество управления теплохозяйством города. Поскольку важным этапом, который дальше у нас возникает, это создание единой системы управления, это, скажем, такой единый диспетчерский центр. Сегодня существует уже программа, программа, которая отработана, это, скажем, это программа управления этой системой на базе тех элементов, которые там монтируются, то есть каждый теплоузел, у него есть пульт, он связан уже по интернет-системе, связан с общим пультом управления. Единый диспетчер, находясь, это будет, допустим, на базе МГКЦ, сегодня мы обсуждаем технический этот вопрос, может в живом, реальном времени видеть работу тепловузла каждого дома, на котором видно график, по какой температуре заходит теплоноситель, какая температура его на обратке. Может в живом режиме изменять температуру в каждом доме, чтобы мы понимали. И все это можно делать буквально один оператор, который обслуживает весь город. Более того, даже есть такой план в дальнейшем, это позволит регулировать ситуацию по каждому дому в живом режиме. Кроме того, мы в дальнейшем, даже для того, что можно эту услугу сделать в определенной степени доступной даже через городской сайт для всех жителей. Каждый житель может себе зайти на сайт и, везде, в адрес своего дома, увидеть, что у него сегодня творится с отоплением, то есть по какой у него там температуре зашла к нему, какая температура установлена в доме. Если надо обратиться, что, пожалуйста, у нас там холодно или жарко, или нам сделайте меньше. Но в принципе эта программа, она автоматически уже увязана. Она каждый день, в зависимости от температуры, которая на улице, регулируется температура, которая внутри дома. Поэтому такой очень серьезный такой шаг. И вот только мы эту модернизацию комплексно проведем, у нас будет такая единая система управления теплоузнами всего города. Причем это буквально одно рабочее место, достаточно для того, чтобы это обслуживать. В дальнейшем мы можем по этой же схеме выводить на эту общую систему управления, мониторинга, всевозможные наши остальные уже показатели. Здесь и работа лифтового хозяйства, и прочие-прочие элементы, которые связаны с работой жилищно-коммунального хозяйства в домах. Заменили 102 светильника, это большие светильники, на которые стоит светодиодка, 80 кВт, которая позволяет экономить в три раза практически электронные. Если стандартно там, по-моему, 250 ватт лампочка, то светодиодные 80. Вот как бы разница ровно в три раза. Вот установка этих светильников в городе мы уже сэкономили, получается, почти 100 тысяч киловатт за год. Так, чтобы мы понимали, 100 тысяч киловатт за год только теми, что мы заменили уже. Это порядка 30 тысяч гривен в деньгах. Причем сумма относительно небольшая, потому что электроэнергия наружная постепенно повышается по этапу. И в этом году, опять у нас, по-моему, с 1 марта, мы переходим на новые коэффициенты наружного освещения. И, так скажем, они увеличиваются ночного в три раза. Сейчас был коэффициент 0,25, да, где-то так, грубо, то он станет 0,06. Вот разница, то есть, у нас стоимость наружного освещения в городе увеличится в три раза. Поэтому необходимо в этих условиях, безусловно, не тратить деньги на оплату освещения, а при этом направлении не то, чтобы менять лампы, для того, которые нам просто позволят эту разницу, которую мы потратили бы безвозвратно, на оплату электроэнергии, потратить ее на новое оборудование, которое нам позволит нас экономить. Таким образом, сейчас выделено более полумиллиона гривен в этом году. Мы планируем заменить еще почти 120 светодиодных светильников. Будет по городу установлено. Дальше. В тепловом хозяйстве. По тепловому хозяйству предполагается замена труб. По ЦТП 21, там 4 жилых дома, которые гарантированно снижают теплопотери на 5%. Мы надеемся, что на большую цифру в результате мы выйдем. Замена старых труб на предварительно изолированные. Также мероприятие будет проведен на нашей городской котельной. Здесь реконструкция системы циркуляции тепловой сети на котельной. Здесь средства софинансирования на сезоносного бюджета. Есть 2 миллиона. И городские средства порядка 4 миллионов. Редактор субтитров А.Семкин